По национальным проектам демографии и образования на 2020 год предусмотрено около 2 миллиардов федеральных только средств, поэтому я готова именно детально и конкретно рассказать о расходовании этих средств. В декабре 2019 года между правительством Саратовской области и Министерством посвящения Российской Федерации были заключены необходимые соглашения с муниципалитетами. Мы заключили соглашение в январе 2020 года. Лимиты, бюджетное оседнование и лимиты были утверждены в полном объеме 15 января, что позволяет уже сейчас выходить на конкурсные процедуры и объявлять их на строительство детских садов 2020 года, который у вас в раздаточном материале представлено, это 7 объектов, 4 объекта города Саратова, 3 города Энгельса, и продолжать работу по завершению строительства трех общеобразовательных учреждений. По городу Саратову готовы сказать по каждому объекту. Школа в Авиаторе, объект, ну вы прямо говорите, не просто социальный важный, но он нахуй, что у вас вообще ноги фиши. Вот второй раз у вас и тут же комментарий Михаил Саратович, что ничего не изменилось. Конкурсная документация формировалась как в прошлом году, так и в этом. Но почему-то у вас в этом году появился интерес. Вы разбирались с этим вопросом? Ну вот, к сожалению, Министерство оборудования, мы отслеживаем соглашение. Я, наверное, вот так глубоко в этой документации не отвечу на вопрос. Там есть принципиалитет. Принципиалитет связан с нами, я вам объясню. В прошлом году все корпусы отыгрывались, включая технологическое оборудование. В этом году почему-то вдруг это напрягло. Которые органы, и мы второй раз видим приостановку социально-значимого объекта. Но вы, как Министерство оборудования, можете подключиться к этому конкретному и дать реальную оценку. Мы работаем совместно с контрольно-аналитическим комитетом и теми специалистами, кто эту оценку может дать. На межведомственных совещаниях мы этот вопрос обязательно рассмотрим, потому что отозвано было, жалоба была подана буквально вот за дня на год получилась. Сухваду уже. Мне вот не нравится, что, чему-то это происходит в отношении конкретного объекта. Может, мой прокурор тоже попросит, конечно, но не дали оценку 10-й. Я считаю так, если в прошлом году были допущены нарушения свои уставления, то, конечно, надо признать, что в прошлом году не усмотрели. Тем самым мотивировали МСУ на поведение конкурса по аналогичной схеме. В этом году разобрались также нельзя. Это школа. Ее строить, ну, минимум 6-7 месяцев. Бросить на месяц практически погубить объект. Это должна быть какая-то, на мой взгляд, гражданская позиция, политическая воля. Мэн Саш, можно заводить еще раз? Пожалуйста. Первый способ того, чтобы на место оттягивать, то есть вопрос еще разделять эти, да, общий конкурс. Оборудование отдельно, получается, строительная монтажная работа отдельно, это чревато тем, что можно не сдать совсем объект. Я приведу сейчас. Да, так как получается, например, строят один, а оборудование... Даже две, 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 две. Саша, вечно. Пожалуйста. Существует понятие стык-монтаж. Это старое социалистическое понятие. Когда вот собираются, он гейт, где-то, где-то, почти близко. Вот эта точка, здесь, а этот принос должен вставить шланг, а это говорит, что первым строительством, что у тебя, со штанг. Когда в едином лодке объединяется монтаж оборудования, этих вопросов нет. Ответственность одного здесь. Не бывает проблем с пуском, наладкой. Это еще особый вид проблем. Как только начинается разделение, начинается анальсия. И я бы не говорил, что сдать возможность, сдать возможность все. Но то, что идет разрыв цепочки, комплектации, цепочек монтажа, и, естественно, что любой социальный объект, он не может быть без циклического оборудования. Я изучил то письмо, которому у кого-то, в память ситуации УФАС, вчера посмотрел, слушай, вот обратился и дал молодцы, речь идет не про это было, речь идет про заровес, про определенный вид мебели, но не про пищеблок, упаси Бог, который изначально даже при КПСС делали строители, но не органы местного управления. Поэтому я считаю, что этот конфликт нельзя пропускать мимо нас. Я не хочу говорить, что он может носить политический характер, но то, что мы видим за школой, я считаю, что это абсолютно неконструктивный диалог. Продолжение разговора, я хочу поддержать, попросить прокуратуру, либо это обращение от нас, либо отдельную прокуратуру, именно взять на контроль и посмотреть, есть ли там нарушения по этой жалобе или нет. Иван Анатольевич, на уровне комиссии это достаточно будет обращение, помыть на уровне? Лучше, естественно, видите, потому что для... Это комитет, это комиссия, это Дума, что вас устроит? Обращение в каком плане? Не в принципе. Хорошо, спасибо. Это очевидно правовую оценку действует. Спасибо. Но если там уже есть решение... Есть, уже остановить. То обжалуется в соответствии с федеральным законами исключительно в судебном порядке. Что прензидента не было.